География растет также и уровень знаний участников. Так можно охарактеризовать региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который состоялся в областном центре. Школьники со всего Верхневоджии демонстрировали членам жюри свои познания в правилах дорожного движения. Этот традиционный конкурс с каждым годом становится все более популярным среди учеников Тверской области. На этот раз во дворце собралось 180 школьников в возрасте от 10 до 12 лет. В сегодняшнем конкурсе принимает участие 45 команд из 41 муниципального образования Тверской области. С каждым годом география участников конкурса «Безопасное колесо» увеличивается. И это очень важно. Это дает нам надежду на то, что дороги Твери, Тверской области, да и все стороны станут в ближайшем будущем безопаснее. Среди участников немало представителей отдаленных муниципалитетов, таких как Максатиха или Удомля. Егор Бреус как раз представляет город атомщиков. В его семье сразу несколько автомобилей. Так что школьник уже сейчас изучает их устройство, ну и, конечно, правила дорожного движения. Чтобы знать знаки, чтобы рассказывать своим детям о правилах дорожного движения. И вообще я хочу стать сотрудником ГИБДД, когда вырасту. Всем командам предстояло проверить свои силы в целом ряде номинаций. Фигурное вождение велосипеда, знания правил дорожного движения и знаков. Причем как по билетам, так и на практике. Построение безопасного маршрута от своего дома до школы. А также творческий конкурс. Победитель определяется как по набранным, так и по штрафным баллам. В ГИБДД убеждены, что этот конкурс имеет еще и практическую пользу. Простая арифметика. Сейчас вот 180 участников у нас конкурса. Если каждый поймет свою значимость из юных инспекторов дорожного движения. И благодаря его усилиям получится избежать хотя бы одного ДТП. То мы сможем на выходе сохранить здоровье или даже жизнь 180 человек в нашей стране. Что касается этого регионального конкурса «Колесо безопасности». То его победителем стал Тверской лицей. Его команда и отправится на всероссийский финал. Где будет защищать честь Верхневолжья. Продолжение следует...